Добрый день, продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, есть ли какой-то свод правил воспитания детей. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что я стараюсь соблюдать воспитание детей, вернее, прививать им три основных правила. Первое правило исключает всякую возможность дерзости со стороны ребенка по отношению к взрослому. Причем эта дерзость даже в виде каприза или просто того, что ребенок оттолкнул руку матери или отца, сразу жестко, жестко, простите меня за это слово, с младенческих лет пресекается как невозможное. Вот это самое-самое первое правило. Я со всеми восьми своими детьми постарался его соблюдать. И я благодарен Богу за то, что так сразу получилось, как-то это меня осенило. И в моей семье нет хамства детей по отношению к родителям. Есть какие-то, может быть, обиды, есть выяснение отношений, но хамского тона нет по отношению к матери и отцу. А это в корне меняет сразу всю диспозицию. Второе правило — это правило не врать. Но, к великому сожалению, по всей видимости, для рода человеческого это почти неосуществимо. Дети врут. Врут постоянно, врут много. Врут совершенно беззастенчиво. И по любому поводу. И здесь уже от нас требуется колоссальное терпение, колоссальная мудрость и доверительное отношение, чтобы мы среди всей этой бесконечной лжи могли бы найти лазейки к их сердцу для того, чтобы начать говорить с ними действительно о том, что их волнует, что их тревожит, чтобы они открывались перед нами. Это возможно только, если мы развернуты к ним всей своей любовью, всей своей лаской. Действительно. И они видят это, понимают и не боятся открыться нам. А третье правило — это присутствие детей на божественной литургии. Кнутом ли, пряником ли, так ли иначе. Но в первую очередь своим собственным примером мы должны убеждать своих детей в необходимости не оставлять божественную литургию, не оставлять службу Божию. Я благодарен Богу, что несмотря на то, что у меня дети от 23 до 6 лет, несмотря на то, что они все достаточно так по-светски живут, особенно подростки, и много что позволяется, наверное, вот эта вот какая-то некая свобода, которая им дана, плюс обсуждение необходимости присутствия Бога в их жизни, пока что дает мне возможность видеть их всех практически без пропусков на всех воскресных и праздничных божественных литургиях и как причастников святых христовых тайн. Вот это три моих основных правила. А еще одно самое главное и основное — это знаменитая формула, которую я очень люблю, что в том, что важно действительно должно быть единство, в том, что менее важно должна быть свобода, и во всем должна быть любовь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok